Беларусь расширяет географию выставок экспортной продукции. Так, в 2020-м отечественные предприятия будут по-прежнему представлять свою продукцию и технологии на рынках ЕАЭС, Китая и других стран-партнеров так называемой «дальней дуги». Однако упор планируют сделать на рынке Юго-Восточной Азии и ЕС. Так, Беларусь будет участвовать сразу в четырех крупных европейских выставках, где покажут последние наработки в сфере туризма, медуслуг, строительства, производства, экотранспорт, а также изобретений и IT. Расширению географии выставок и состава участников будет способствовать новый указ о поддержке экспорта. Минск принимает ярмарку инновационных идей Smart Patent. На ней представлено более четырех десятков экспонентов. Свой потенциал на форуме анонсировал и Китайско-Белорусский центр коммерциализации научно-технических достижений, который создан на территории Великого Камня. В ходе ярмарки отберут лучшие инновационные предложения, перспективные ноу-хау от молодых ученых и интеллектуалов найдут поддержку в научно-производственных кластерах столицы. Из инструментов поддержки стартапов – инновационный фонд Мингоросполкома. Уже сегодня из Минска отправится в поместье Деда Мороза новогодний экспресс. Поезд будет курсировать из столицы в Брест каждые выходные декабря и первую половину января. Новогодний состав отправляется со станции Минск-Пассажирской в 21.57 и прибывает в Брест утром следующего дня. В Беловежской пуще гости проведут целый день не вернуться в столицу. Ежегодно новогодним экспрессом пользуются более 1500 человек. Планируется, что в этом сезоне путешествия в поместье Деда Мороза совершат более 2000.